здравствуйте уважаемые друзья гости нашего канала сегодня мы с мариной работаем для вас тема видео сверхспособность многие мечтают открытие у себя сверхспособности вот сегодня мы о них поговорим что же это такое за сверхспособность это такие способности как третий глаз ясновидение яснослышание ясно сознание есть более глубокие сверхспособности другого уровня это я многомерно слышали многомерное видение многомерные знания и так далее кристалл кристально слышали видение и так далее многие способности недоступны на земле итак первый вопрос это все-таки способности или сверхспособности как правильных называть и когда человек достигает какого-то уровня развития просто не открываются и все это обычная способность или все-таки спали сверхспособность здравствуйте роман здравствуйте ну здесь давайте будем трактовать так если вам даны эти способности со временем при развитии при становлении на того пути вы можете развить сверхспособности значит относится к сверхспособности они уже наверное скорее всего по программе лучше человека все что с тонкого плана идет это все можно сказать сверхспособности потому что физический мир да именно тонкий план да все ли могут имеет возможность при развитии усиленно в этой жизни их открыть и пользоваться то есть открыт открывание и пользование это разные вещи знаете их скорее всего открывают после каких-то переживаний становление на какой-то путь просто если человека всегда все хорошо и вот он так себя комфортно чувствует он никогда не развеют эти способности эти способности открываются через какие-то определенные болезни какие-то утраты все же таки когда человек пережил какую-то вот такие вот знаете своей жизни испытание какой-то прошел уже тяжелое да после этого он начинает искать ответы в своей жизни да вот и вот тогда получается у него начинается становление на какой-то ну кто-то вот что-то верует да это что-то куда-то стремится что-то открывать какие-то интересные завесы понимания чтобы узнать да и вот тогда начинается открыт дать его способности сверхспособности могут открыть только те души которые уже прошли какие-то этапы развития и прожили какое-то количество программ жизни там да и вот у них уже конкретно в программе есть на эту жизнь что все надо развиваться и так далее то есть не зависит уже там средне развитые души там более развитые то есть именно такого плана с опытом души да вы прям хорошо задали вопрос потому что на него можно ответить с полной уверенностью что да выпала жрица и тот же злопоумеренность перевернутом состоянии значит получается что да люди которые уже с этим столкнулись уже где-то в какой-то жизни они уже развивались и в этой жизни значит становление произошло именно тем путем которым должно было идти чтобы они стали дальше развиваться если у человека не отработаны человеческие пороки может открыть сверхспособность даже если он уже как бы более развит подошел к этому моменту или нет здесь все таки обхитрить не придет не сможете все равно чтобы открыли способности нужно их побороть видите семерка ничей падает и и поэтому все таки а свои вредные привычки даже возможно вот эти вот которые ваши пороки которые все равно присутся если вы их можете контролировать ну или хотя бы вы их уже так не выплескивать и как изначально да но все равно здесь скажу что нет все равно с пороками человек он не может дальше идти по развитию духовному нет будут его тормозить даже если какую-то завесу приоткроет на начальной стадии да его дальше не пустят покажет что да есть такой и все равно если здесь такие есть у него пороки он дальше не пойдет потом могут заблокировать его но обманным путем человек чтобы шел именно в этом направлении должен был таким знаете как чистый напомню людям да не все может быть знают кто-то случайно попал на это видео недавно подписался на наш канал такие пороки как страхи различные до страх провала что что-то не получится там лень не веря в себя допустим допустим злость агрессия алчность зависть чувство вины и обиды различные их очень много можно бесконечно перечислять но есть основные отработки которых все остальные пороки уже сами постепенно начинает исчезать из человека к собственности приходят вот уже начинает жить в моменте здесь и сейчас такой вопрос сейчас то важно чтобы люди понимают что со самим практических невозможно от них избавиться только очень развитые души могут сделать то есть есть специальные медитативные индивидуальные планы да допустим которым мы даем то есть они помогают большинству людей справиться с этими проблемами вот в очень такой небольшой промежуток времени хотя бы их минимизировать такой с ним чтобы они не влияли на жизнь человека так лет да роман это совершенно верно а карма например насколько сильно влияет да все мы знаем что мы еще не очень развиты поэтому жизни из жизни в жизнь тащим за собой кармические завязки различные то есть ну мы знаем что карма идет волнами насколько сильно карма может тормозить развитие человека когда избыточная карма ну чтобы карма так и что тормозит она не только тормозит она еще понимаете она самого рождения идет это как испытание вот видите вот девятка жезлов падает и двойка жезлов да беспокойство вот это вот а стоит ли начинать да пашми так ли как студент конечно в принципе карма она как и влияет но но с тем не менее если человек становится вот именно на этот путь духовности духовности карма как она скорее всего начинает чистится вы наверно именно должны прийти чтобы почистить какие-то кармические вызовы вот если вы находите такого себе гуру который может вас куда-то направить что-то отработать где-то подсказать какие-то такие вещи чтобы можно же кармические вот этот вот подход минимизировать если в процессе вашего вот бытия бывают такие очень сложные ситуации которые вы должны были пройти да по карме то то как в это пройдете или вы себя еще больше вы гоните туда да завяжите с кем-то что-то можете вы отработать и идти с чистого листа начинать свой путь и свой путь развития и в принципе это даже какая-то может ситуация помочь вам в достижении духовного развития здесь нужно разбираться конечно ситуации разные но вот например если человек не выполнил какие-то еще основные программы перед тем как духовно развиваться то есть его все равно не пустят сущности создатели духовной программе пока он какие-то свои стандартные основополагающие задачи не выполнил видите если человек не выполняет свои программы вообще от слова совсем да вот вот видите по пятерке мечей он ни в чем не верит он ни чему не стремится вот он живет а к себе и живет ведь еще здесь влюбленный перевернутый поэтому а куда ему идти развиваться это человек просто прожигает свою жизнь пустую у него нет никакого духовного развития не будет он не сможет пройти даже свой кармический этап который он должен был пройти да как-то а если он будет вставать на духовного развития смотрите видите он уже из пешего становится на коне да тогда будет если он будет отрабатывать свою карму туда а если нет у него просто так пройдет жизнь пустую может быть даже еще больше себе куда-то ниже втоптать на другой ниже еще уровень понимаете с чем не развивается не стремится ни к чему а вот жизненные уроки у людей часто происходят да то есть ну по разным причинам до что человек что-то неправильно делает там его выводят наши создатели на путь истины да но некоторые этого не понимают потому что не обладает знаниями не очень развита еще души на некоторые как бы начинают задумываться кто-то понимает понимает он ничего не делает а кто-то что-то делает да именно вот эти уроки пока человек не выведет свою жизнь в нужное русло тоже не дают естественно открыть способность совершенно верно видимо рыцарь мечей это значит что будут уроки эти такие жесткие прям будут бить просто понимаете человека по всем фронтам могут и по здоровью ударить и в работе и финансово благополучие где-то какие-то семья будут распадаться да также десятка жизненных соответственно если выполнить что значит будет очень человек уставать он не будет значит знать куда ему идти вот настолько эти кармические уроки проходят тяжело для человека без знания направлении идти видите здесь восьмерка перевернутая но человек их должен пройти он значит должен выяснить какую-то истину видите и здесь не победа здесь именно пройдет должен пройти этот этап вот этих вот напасти но он должен пересмотреть и вернуться изначально почему с ним так происходит но если он не может разобраться сам то он должен попросить этой помощи чтобы ему подсказали эту помощь чтобы то есть он значит должен пройти этот урок и выяснить почему произошли эти уроки да как их можно минимизировать да чтоб не так как можно восстановиться Да, уроки больно происходят, вот видите, прям вот по десятке, по рыцарю ничей, это прям может жестко ударить, не только, вообще по всех фонтанках. А вот когда люди обращаются к разным специалистам и оказывается магическая помощь, ну то есть вырывание из программы, например, да, у человека есть в жизни какие-то проблемы, жизненные уроки там и так далее, и человек не понимает, для чего они им даны. И идет к специалисту, а таких людей очень много, очень много, чуть ли не постоянно люди пишут, вот я обратился к специалисту и человеку магически улучшили жизнь на какой-то короткий промежуток времени. То есть когда вот так вот из программы вырывают насильственно, то есть человек что, еще больше потом наказан становится, еще больше кармы нарабатывает, еще больше уроков появляется, еще оттягивает от открытия способности еще на длительное время. Ну вот смотрите, видите, выпала восьмерка Пентакли, девятка мечей и повешенные. Знаете, ситуация настолько непрактична, если даже на какой-то промежуток могут улучшить промежуток, да, вот вырвали, да, он сам не отработал, он сам не понял, почему из этого произошло, да, но он заходил легкого пути. Значит, получается, он обратился, ему вырвали, и потом что получается? Он становится опять же на тот же путь. Прошло время, и у него еще больше получается, потом просто не будет выхода из этой ситуации. Если, например, допустим, здесь он мог пройти сам путем отрабатывания каких-то вот своих нюансов, а так как здесь уже у него-то убрали возможность, на него это убрали, значит, становится еще хуже, значит, еще он может больше бить, понимаете, урок этот. Может в два раза больше ударить. Ну да, вот многие люди даже не понимают, чем они занимаются, вредят другим людям еще сильнее, еще за это берут деньги, а потом люди вроде чувствуют, что вот ее помощь, классная жизнь наладилась, через полгода, год-два у них еще хуже все падает, и они опять к ним начинают обращаться, и они опять им помогают, так постоянно. И в итоге человек жизнь просто проигрывает. А вот просто, когда делают порчу, например, какую-то, то есть тоже получается, какие-то энергетические каналы блокируются, да, и человек нормально не может развиваться, и не может прийти к открытию сверхспособности. Сделают порчу. Ну, здесь маленько другое с порчи. Видите, здесь выпадает такой аркан ирафан, который судья. А если, в принципе, человек сделал на этого человека другой изюмак, порчу, значит, уже была какая-то… Да, забрали у него вот эту вот энергию положительную, которая, да, с которой они питаются, именно на него выплеснули именно вот эту вот отрицательную. Там почистили себя, забрали у него всю жизненную энергию такой, да, и потом получается, что тот человек с порчей, который он уже, ну да, будет тяжеловат, ему выйти из этого пути от порчи там. Видите, опять же, если настолько практично это всё делается, если это правильно делается, то здесь, видите, даже и откук можно… Ну, можно какую-то порчу всё-таки можно почистить, сходить к магам, да, ну а какую-то нет. Нужно ещё правильного лекаря найти. Конечно, развиваться здесь тяжело человеком в спорте. Сначала, чтобы идти развиваться в спорте, сначала нужно найти себе такого духовного наставника или мага, который, или всё-таки, как сейчас многие делают, чистят. То тогда, возможно, что ему даст второй шанс, и он пересмотрел всю свою жизнь, сделал пороки их, тогда, да, он может развиваться дальше. Вот есть такая штука, как проработка внутреннего мира. А сейчас мы чуть детализируем этот вопрос, да, мы говорим, что там надо выполнять всю программу, развиваться, ещё что-то делать. А вот конкретно, да, отдельно прорабатывать внутренний мир свой нужно, то есть, если большинство людей живёт внешним миром, да, там, переживает, что в соседней стране, там, что там в политике, что у соседа, там, что там на другом континенте, что с планетой Земля. А в себя внутрь люди не заглядывают, то есть, их фокус всё время находится снаружи постоянно. То есть, люди вовлечены в окружающее пространство очень сильно, а внутрь себя не заглядывают. Это нужно как-то отдельно прорабатывать, да, акцентировать внимание на своих чувствах, на внутреннем мире, помимо всего того, о чём мы сказали, чтобы дальше продвинуться, как бы так, к открытию способностей. Нужно ли это прорабатывать? Да. Ну, знаете, я бы сказала так, конечно же, развитие это маленько может притормозить, потому что вас будет сильно, слишком отвлекать ваши эмоции, которые поглощают окружением. Поэтому, чтобы идти, конечно, развиваться, нужно всё-таки маленько проработать, если вот вы настолько эмоциональны, да, то надо. То есть, эмоции очень сильно мешают человеку развиваться, чрезмерные эмоции. То есть, их нужно научиться контролировать, вот, либо с помощью медитативных планов контролировать, чтобы немножко, скажем так, не распалять свою энергию. Так ли это? Если вы свои эмоции можете контролировать, то это нормально, как бы человек, он состоит из эмоций. Если у вас чрезмерть край этих эмоций, да, тогда да, лучше их нужно научиться всё-таки путём какого-то медитативного плана, выдерживать, ну, сдерживающий такой, чтобы, в принципе, большой такой спектр вас не увлекал. Да, тема очень важная, нужная, очень много ещё можно вопросов интересных спросить, обязательно тоже будем продолжать снимать на эту тему. Ну, и, как бы, заключающий вопрос. Человек, который, скажем, душа, которая более-менее развитая уже, прожила множество жизней, имеет огромный опыт, то есть, она, как правило, обладает различными сверхспособностями, да, и продолжает их открывать. То есть, это априори. Чем больше душа развивается, тем она большее количество способностей, сверхспособностей имеет и может ими пользоваться. Ну, у человека, скажем так, душа сколько положено сверхспособности иметь, столько она и будет иметь, в принципе, в этой жизни. Поэтому, больше, чем ей положено, она не откроет, и даже она не сможет открыть то, что ей не положено, допустим, в этой жизни. Ну, да, это понятно. Наш мир тоже ограничен, да, то есть, в нашем мире тоже невозможно. Даже если уже были открыты ранее, из каких-то других миров, в тех мирах это можно пользоваться, а в этом нельзя, они блокируются. Правильно? Совершенно верно. Ну, и в конце, да, еще раз хочу всем напомнить, постоянно я это говорю, многие не верят, кто-то не готов, кто-то там отмахивается, то есть, практически одни и те же ответы. Не нужно опускать руки, сейчас очень сложный период, да, всем тяжело там, все цены там растут, какие-то проблемы и так далее. Не забывайте духовно развиваться, потому что перед тем, как приступить к открытию способностей, нужно отработать все человеческие пороки, активизировать чакры. Вот кому-то их просто чистить надо, интуицию обязательно нужно открыть, подготовить свое тело, проработать свой внутренний мир, больше уединяться. И после этого можно узнать уже, какой духовный путь у вас в программе находится, по какому направлению надо двигаться. Поэтому это очень важно, не просто идти к какому-то специалисту, который сразу вам дает какой-то план по развитию сверхспособности. Скорее всего, эти люди ничего не понимают, потому что мы тоже этот путь проходили ранее, я об этом говорил, какие мы ошибки делали. Нам не стыдно в этом признаться, сейчас мы уже работаем совершенно по-другому, уже много времени. Результат очень хороший. Да, процесс не быстрый, ни один, ни два месяца, может быть занятие и год, и два, и три, как бы, но зато на правильном пути вы и достаточно быстро, надежно. Вот, вы приходите к сверхспособностям, определяете свой путь через консультации, да, допустим, обращаетесь к нам, к подобным людям, которые могут вам помочь, как раз поставить вас на тот путь и убрать все то, что вам мешает. И тогда спокойно можно открыть, потому что многие люди, обращаясь к таким специалистам, которые рассказывают, что сейчас я чудо-медитацию дам, чудо-план, какие-то манипуляции, и человек думает, сейчас вот я позанимаюсь годик и буду там третьим глазом обладать, ясновидением. В интернете очень много просто упражнений есть разных, которые показывают, что можно открыть ясновидение, это не ясновидение, это интуиция. Люди путают, пишут, что это ясновидение, никакого отношения к ясновидению это не имеет. Это просто открытие интуиции, то это частично. То есть специальным, по специальным планам надо заниматься, тогда да, будет эффект. Благодарим за просмотр, развивайтесь вместе с нами, успехов вам всем, радости, смотрите побольше наш канал, ну и всегда ждем вас на наших консультациях, всегда готовым помочь, разобрать ситуацию. Всего вам самого лучшего, до свидания.